Не могу сказать, что прямая линия Владимира Путина в минувший четверг произвела на меня хоть какое-то впечатление, однако не могу не отметить того факта, что впервые из уст вечного лидера нации на подобном мероприятии не прозвучало никакой похвальбы или поощрения в адрес Башкортостана, одного из крупнейших регионов России и, как принято считать, опорного региона России. Так вот, Владимир Путин о Башкортостане не говорил ничего. Ну и это, безусловно, огромная черная метка в зачетку ради Хабирова. Путин хвалил и отмечал успехи очень многих регионов, очень хвалил Татарстан и абсолютно обошел стороной вниманием Республику Башкортостан. Обидно, но, пожалуй, что объективно. Даже лишенный реальной, объективной информации наш лидер нации, и тот начинает что-то понимать. На самом деле Хабиров ему не так уж и нужен. Я имею в виду, не так уж нужен Хабиров Путину для победы на выборах в марте 2024 года. Ведь у Путина есть Панфилова, а у Панфилова есть Макаренко. И если Хабирову показалось, что Илона Анатольевна продала ему душу, он абсолютно ошибается. Макаренко продала свою душу дьяволу, а Хабиров в этой сделке в лучшем случае был мелким посредником. Я очень люблю хвастаться достижениями нашего канала. И не только потому, что тщеславен по природе своей, но и потому, что уверен, что все наши достижения, все достижения нашего канала – это общие достижения нашей команды и наших зрителей. На этой неделе суммарный счетчик просмотров канала «Открытая политика» показал круглую красивую цифру – 15 миллионов просмотров. Ну, согласитесь, круто. При этом я точно знаю и напоминаю вам, что канал «Открытая политика» может существовать только при поддержке своих зрителей. Мы не имеем никаких государственных дотаций, никаких грантов, никакого спонсорского вспоможения, только те деньги, которые вы считаете возможными пожертвовать нашему каналу, чтобы мы продолжали работать. Так что вот расчетный счет – единственный способ помогать нашему каналу, мы его публикуем в каждом видео и под каждым видео. Спасибо вам за каждую вашу трудовую копейку. На прошедшей неделе светоч экономики и экономической науки Республики Башкортостан Рустем Шайахметов в пух и прах разбил и разнес проект чиновников Республики Башкортостан о строительстве железнодорожного сообщения между Нефтекамском и Уфой. Шайахметов, в частности, объяснил мечтателям из Белого дома, что 98% рентабельности железнодорожного транспорта приходится на грузовые перевозки. Например, если разбирать структуру стоимости проезда в пригородных электричках Уфы, то это 194 рубля бюджетной дотации и только 120 рублей денег пассажира. То есть пассажирские перевозки в Российской Федерации глубоко и основательно датируются. А так как на направлении Уфа-Нефтекамск никаких крупных и регулярных грузовых перевозок не предвидится, но нет такой необходимости в этом направлении что-то перевозить в больших объемах, то и железнодорожная ветка Уфа-Нефтекамск неизбежно ляжет тяжелым бременем на бюджет. В общем, господин Шай Ахметов считает строительство железной дороги Уфа-Нефтекамск абсолютно бредовой идеей. Самым резонансным событием ушедшей недели, конечно же, стал арест советника Радия Хабирова по науке Руслана Казаханова. Его обвиняют по статье 159 части 4 Уголовного кодекса Российской Федерации мошенничество в особо крупном размере. И речь идет о деньгах национального проекта «Наука», в рамках которого из федерального бюджета выделили 119 миллионов рублей. Вот с этими миллионами шустрый советник главы Республики Башкортостан распорядился уголовно наказуемым способом, по крайней мере так считает на данный момент следствия. В ходе обыска жилища Руслана Казаханова, которое, кстати говоря, располагается в непосредственной близости от резиденции самого Хабирова в деревне Вязовка, было обнаружено подозрительно большое количество наличных денег и четыре внедорожника. Зачем скромному труженику башкирской науки такой вот колоссальный автопарк, в данный момент выясняет следствие, ну и естественно происхождение вот этой гигантской налички, найденной у скромного научного работника Казаханова, тоже проясняет следователи Следственного комитета. Арест советника главы региона по науке – это, конечно же, очередной крах хабировской кадровой политики, ну и мы уже, собственно, устали восклицать. Ну где же, ради Фаритовича, только находите всех этих Беляевых, Кучербаевых, Казахановых и прочих Мироновых и Гизатулиных? Но если внимательно всмотреться в ситуацию и проанализировать судьбу незатейливого крадуна от науки, становится понятно, что ради Фаритовичу неустанно помогают подыскивать подобные кадры. Как мне любезно сообщили верные информаторы из администрации самого Хабирова, Казаханова привел к главе республики никто иной, как Урал Кельсинбаев. А кто привел туда Урала Кельсинбаева? Правильно, иноагент Мурзагулов. Вот вы, ради Фаритович, иногда заглядываете за спину тех протеже, которых рассматриваете на разные высокие посты. Возможно, за их спиной вы увидите таких весьма основательных толстых чертей. И если вы учтете вот этот момент, ради Фаритович, что, возможно, вам удастся избежать парочки-тройки вот таких вот конфузов, как с этим, с вашим Русланом Казахановым. Ну и вообще, поручить человеку с образованием в ЭГУ, переустройство науки целого региона, и поручить ему распоряжаться миллиардными бюджетами, ну, это по меньшей мере неосмотрительно. И еще немного о так называемых кадрах Хабирова. Стало известно, что с большой вероятностью Ильгиза Усманова, которого Хабиров так настойчиво толкает в кресло руководителя Башкира Автодора, не утвердят и не согласуют ФСБ, ну, ввиду определенных шероховатостей, которые есть в судьбе Ильгизы в прошлом. И это на самом деле хорошо. Хорошо для региона, потому что не должен охранник возглавлять стратегическое важнейшее государственное предприятие, и хорошо для самого Ильгиза, потому что, ну, Ильгиз хотя бы останется на свободе и продолжит что-нибудь там охранять, не повторив судьбы Ильдара Юланова, которого, в свою очередь, Хабиров превратил из таксиста все в того же директора Башкира Автодора. Завтра, 17 декабря, на канале «Открытая политика» состоится 97-й стрим. Подключайтесь завтра в 9 вечера, пообщаемся в чате, можете писать любые вопросы. А если у вас есть вопросы, которые вы готовы прислать заранее, то пишите их в комментариях вот к этому нашему сегодняшнему видео, я обязательно прочитаю все эти вопросы и постараюсь на все из них ответить. Хабиров и его команда любят всякие презентации и красивые графики, на которых показатели неизменно стремятся вверх, а цифры прироста просто поражают всякое воображение. На этой неделе прокуратура Республики Башкортостан опубликовала еще один нарядный график, который как нельзя лучше иллюстрирует то, чем на самом деле является деятельность Хабирова и его дружков на протяжении пяти лет правления регионом. Этот график показывает рост количества коррупционных правонарушений и преступлений команды Хабирова, начиная с 2019 года. В 2019 году совершено 2826 коррупционных нарушений и 1053 коррупционных преступлений. Напоминаю, что большинство коррупционных преступлений и нарушений совершаются чиновниками команды Хабирова. В 2020 году 3442 нарушения и 1103 преступлений. В 2021 году 3876 нарушений и 1114 преступлений. В 2022 году 3884 правонарушения и 1167 преступлений. В 2023 году отмечается резкий рост количества подобных событий – 4592 коррупционных правонарушения и 1247 коррупционных преступлений. Всего за пять лет команда Хабирова набрала 18620 коррупционных правонарушений и 5684 коррупционных преступлений. А помните, как Хабиров 29 ноября на своей жалкой прямой линии заявлял, что при нем никакого роста коррупционных преступлений и правонарушений не происходит? Рост, Радий Фаридович, из года в год. Вот в этом смысле ваша команда стабильно растет. С недавних пор по закону в Российской Федерации призывники и прочие неблагонадежные элементы обязаны сдавать свои загранпаспорта, чтобы чего не вышло. А вот в Республике Башкортостан, похоже, впору объявить, что нужно отзывать все фальшивые паспорта готовности к отопительному сезону, которые мадам Голованова и ее коллеги выдали всем объектам отопительной инфраструктуры Республики Башкортостан. Башкирия продолжает подсчитывать ущерб от так называемой подготовки к зиме. Взорвалась очередная котельная, теперь уже в Училинском районе деревни Сафарова. К счастью, никто не пострадал, но повреждены фельдшерский пункт, сама котельная и детский сад, который находится рядом. Детский сад остался без отопления. 12 декабря полбирска сидела без электричества и при этом это вторая крупная авария за две недели. Без электричества три улицы в Нагаево, микрорайон Кузьминки в Иглино, сады УМПО, а в этих садах проживает много семей и многодетных семей. Лопнули батареи в подъезде в Уфе Аврора 7-1. Улица Магистральная 27, все в той же Уфе. 144 квартиры, прорыв отопления и отключение электричества. Улица Электрификация в Уфе, прорыв отопления и в воде утонула аж целая Лада Калина. Белорецк, два прорыва отопления, в итоге без тепла несколько многоквартирных домов, детский сад и даже администрация самого города. Опять Уфа, транспортная 36-1, фонтан горячей воды бьет из колодца. Авария водовода в Уфе на Комсомольской 18, отключено три многоквартирных дома. Уфа, микрорайон Урал, без коммунальных услуг остались более 30 многоквартирных домов. Опять авария. Но даже у тех, у кого ничего не лопнуло и не взорвалось, зачастую холодно в квартирах. Температура иногда не достигает 17 градусов в помещениях. Например, улица Машиностроителей 14 в Уфе. И вообще, Орджоникинзовские и Калининские районы, похоже, что рекордсмены по количеству жалоб и претензий к отоплению водоснабжения и вообще коммунальным услугам. Размерзают пациенты РКБ имени Куватова. Как они сами сообщают, пациенты в палатах спят в верхней одежде под одеялами. Администрация говорит, у них обмерзли вентиляционные каналы. Ну а как же ваш тогда паспорт готовности? Неужели там не учитывались вот эти вентиляционные каналы? В Училах вообще двери подъездов обмерзли так, что некоторые школьники не смогли попасть на уроки вовремя, пойти в школу, они не смогли открыть двери своих домов. И это только первая неделя морозов в этом году. Сколько еще паспортов готовности окажутся фальшивыми, покажет время. Но хотелось бы узнать заодно, в чьих карманах осели десятки миллиардов рублей, якобы потраченных государством и госпожей Головановой на ту самую мифологическую подготовку инфраструктуры к отопительному сезону. Ну вот такого, что происходит сейчас в Уфе и в Башкирии не было никогда. Мы продолжаем следить за конфликтом между коммунистом-девелопером господином Мусаабировым и застройщиком, который планирует построить дом на улице Пушкина. Напомню, коммунист Мусаабиров, владеющий значительной частью исторического здания номер 79 по улице Пушкина, категорически не готов на условия застройщика по расселению дома и очень активно отговаривает жителей соседних домов и дома номер 79 от того, чтобы пойти на выкуп их квартир. Так вот, 12 декабря Межведомственная комиссия города Уфы признала и дом номер 79 по улице Пушкина аварийным. А так как этот дом еще и является охраняемым объектом культурного наследия, то теперь жители этого дома вместе с Мусаабировым, кстати, в компании попадают в весьма щекотливое положение. Объект культурного наследия, находящийся в аварийном состоянии, нельзя абы как отремонтировать. Непременно нужна реставрация. Реставрация – это такой особый процесс. И реставрация – это примерно в 3-5 раз дороже, чем любой ремонт. Ну, кто захочет потратиться? Никто. Господин Мусаабиров тоже наверняка реставрацию всего здания не потянет. Есть ли в бюджете на это деньги? Ответа, конечно, нет. В итоге, что получается? Перспектива проживать вечно в аварийном историческом жилье, ну, как, например, в казармах на улице Гоголя. Там примерно так и получилось. Здание историческое, реконструкцию никто не хочет затевать, люди живут в абсолютно аварийных условиях. А строить рядом дом, который планирует строить застройщик, могут и не запретить. Ну, посмотрите, разрешили же строить ТЭКУ, построить свои замечательные высотные дома рядом с домом Тихонина на Коммунистической. Разрешили? Вот может получиться так же, что вот эта историческая развалюха останется в своем историческом состоянии, а рядом все равно построить дом. В целом, в подобной изменившейся, кстати, в корне ситуации, жильцам дома номер 79, равно как и жильцам дома 15А и 77 по улице Пушкина, надо перестать, пожалуй, слушать агитатора коммуниста, а начать прислушиваться голосу собственных интересов. Ну, а коммунист Мусабиров, он как-нибудь и без них, и без защитников, без счета в виде жителей, решит свои материальные проблемы и судьбу тех миллионов, которые он неосмотрительно вбухал в сомнительную недвижимость. В прошлую субботу мы говорили о том, что Уфе отложено еще на год завершение реконструкции улицы Рабкоров. А на этой неделе стало известно, что еще два мегапроекта Хабирова не успевают сдать срок, и сроки тоже переносятся. Управление капитального строительства Республики Башкортостан перенесло срок сдачи Центра борьбы, строительство которого лично курировал и вообще затеял сам Ради Хабиров. Изначально планировалось сдать этот объект в марте 2024 года. Теперь сроки сдвигаются до декабря 2025 года. Уже вбухали в этот объект 5 миллиардов рублей и добавили еще полтора. Строительство затягивает строительная компания проект «Стройкомплекс». Но к этому проект «Стройкомплексу», похоже, у Минстроя нашего никаких претензий нет. Ведь этот «Стройкомплекс» так широко улыбался лично дорогому Радио Фаритовичу. Ну как можно к нему теперь претензии иметь? Интересно, есть ли вопросы у правоохранителей по поводу подобных переносов сроков строительства? Я пока не знаю. Предсказуемо не случилась издача пресловутой Зининской развязки. Там уже и уголовное дело возбуждено, уже и экспертизы проведены. Но что-то идет не так. Ни уголовное дело, ни экспертизы не помогают вовремя завершить работы. Надо отметить, что эта развязка строится по национальному проекту «Комфортные и безопасные дороги». И из-за этого фиаско Республика Башкортостан единственный регион в Российской Федерации, который не исполнил параметры этого национального проекта. Так что власти региона, конечно, сейчас сову на глобус натянут. Развязку эту хотя бы формально, технически или как-нибудь откроют во что бы то ни стало, а дальше либо закроют ее на перереконструкцию, либо, как говорится в анекдоте 50 на 50. То ли рухнет, то ли не рухнет. Уфа тяжело перенесла морозную неделю. Ни расторопность, ни профессионализм, а порой и просто тупость уфимской администрации. В экстремальной ситуации, конечно, обернулись целым букетом проблем для горожан. Оказалось, что если холодно, то на уфимские автобусные маршруты выйдет только половина автобусов, например. Вот так было на маршруте номер 248. Жители взвыли, атаковали аккаунты Хабирова. Немедленно на улицу выбежали замминистра транспорта Руслан Гарипов и замначальника управления транспорта мэрии Дмитрий Титов. Немного постояв на остановке, два этих юных дарования пришли к выводу, что с транспортом в Уфе все в порядке, юркнули в свои теплые служебные автомобили и умчались в свои служебные кабинеты писать доклады о том, что уфимцы все врут и с транспортом все хорошо. Вот буквально так это выглядело. А еще жители Уфы жалуются на небывалый повсеместный гололед. Причем гололед во дворах, в проездах. Он уже окаменел. Он такой уже реликтовый. Образовались высоченные колеи. Ничего никто не делает. Десятки человек получили травмы. Но мэрия строго пресекла окрамольные разговоры в сети. Мэрия заявила, что в городе проводится мониторинг. А мадам Прочаковская, как обычно, заблокировала всех жалобщиков на странице в соцсетях дорогого ради Фаридовича. Но при всем при этом в мэрии Уфы кипела работа. Мавлиевские креативщики украсили город не только гирляндами, но и жуткими туристическими указателями. Это такие черные доски, на которых нечитаемым шрифтом красного цвета что-то там написано. Это на самом деле позднее и паническое освоение бюджета по проекту «Туристический код Уфы». После того, как неуравновешенный мэр зачем-то разогнал всех реальных подрядчиков по этому проекту, ну и, видимо, создал дизайн уже собственными руками. По-другому я не могу объяснить ужасность этих указателей. Просто какой-то дикий колхозный ужас. И, конечно же, Ратмир Мавлиев не отказался на минувшей неделе от любимого бизнеса – освещения Уфы. На этот раз он осчастливил уфимцев декоративной подсветкой двух мостовых переездов через проспект Салавата-Вилаева. Ну, грандиозно, конечно, но как-то мелковато, если честно. А еще городские власти, похоже, без спроса взяли и наградили сразу весь город. В аэропорту появилась гордая надпись о том, что Уфа – это город-герой труда. Но опять Ратмира Рафиловича подвела безграмотность и непросвещенность. Но нет такого звания в Российской Федерации. Есть город-герой, есть город воинской славы, есть город-трудовой доблести. А вот город-герой труда – такого звания нет. Ну, ведь сам себя не похвалишь, весь день ходишь как оплеванный. Правда, Ратмир Рафилович? Похоже, что футбольный клуб Уфа окончательно скончался. Ну, умирал он долго, дорого и некрасиво. На минувшей неделе клуб расстался с очередным и, пожалуй, что последним директором клуба Александром Егоровым. А еще Федеральная антимонопольная служба потребовала вернуть 1800 квадратных метров помещений, которые через клуб сдавались в аренду некому фитнес-клубу «Нефть», он же ООО СК «АЛГА». ФАС выявила грубые нарушения при сдаче помещений в аренду. Пожалуй, что самое время на пепелище башкирского футбола зайти следователем Следственного комитета, чтобы попытаться наконец-то выяснить истинную судьбу сотен миллионов бюджетных рублей, которые так щедро отваливало футбольному клубу Уфа Хабиров все эти пять лет. Заодно мы, возможно, узнаем, какую роль во всех этих многомиллионных транзакциях играл, например, и на агент Мурзагулов, и не действует ли он до сих пор в интересах ради Хабирова. Есть такая версия у некоторых любителей конспирологии в Башкирии. На минувшей неделе в нашем телеграм-канале «Открытая политика», на который, кстати говоря, не забудьте подписаться, мы провели очень непростой опрос, опрос с двойным дном. Мы задали вопрос подписчикам о том, каким образом они связывают голосование за Путина в марте 2024 года с перспективой, что Путин оставит нам здесь в Башкирии править Хабирова. Ну вот такой сложный вопрос вызвал интересный всплеск голосования. Подозреваю, что, конечно же, бастарды Прочаковской поучаствовали в этом голосовании активно, пытаясь спасти лицо начальства. Но, так или иначе, более 1600 человек в этот раз приняло участие в голосовании. Меня поразили не только результаты этого голосования, но и его ход. Результаты очень менялись по мере того, как очнулись вот эти фермы-троллей Прочаковской, как они набежали и начали голосовать, как им нужно. Вопрос, собственно, звучал вот так. Если Путин для Башкортостана – это Хабиров на второй срок, то… И дальше шло три варианта ответа. Так вот, 56% опрошенных сказали, что тогда пускай оба уходят. То есть, если Путин оставляет нам Хабирова, то 56% скажут уходить и оба. 37% согласны, чтобы Радифаритович правил Башкортостаном, а Путин в это время правил Россией. Ну, собственно, это есть те самые бастарды Прочаковской. А вот 7% заявили, что если Путин оставляет нам Хабирова, тогда они за Путина голосовать не будут. Ну, по сути, так. Вот эта цифра самая главная, и именно ее я пытался выяснить. То есть, мы уже говорили о том, что Хабиров не больно-то и нужен технически здесь Путину для организации его чудесного голосования. А вот 7%, которые будут против Путина только потому, что здесь остается Хабиров, наверное, все-таки аргумент для того, чтобы от Хабирова начать потихонечку избавляться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова